чтение по лицам называется физиогномика что это такое мы попробуем разобраться сегодня в программе актуальный разговор в студии александр фельдман ну что ж физиогномика именно об этой теме пойдет сегодня речь в нашей программе у меня в гостях юлия мойкина имиджмейкер я приветствую вас здравствуйте добрый день и так в первую очередь до начала даже программы вас просил вы физиогномисты стали нет я первую очередь имиджмейкер вот на в начале я думаю есть смысл разобраться что такое имиджмейкер или кто такой имиджмейкер сегодня современный имиджмейкер это человек который помогает раскрыть внутреннего себя человеку потому что зачастую на нас давит общество семья и мы себя внутреннего очень хорошо трамбуем во внутрь и имиджмейкер помогает человеку найти себя помогает вытащить себя любимого и подать очень красиво обществу то есть такая самопрезентация но это глобально прямо связано тогда скорее с психологией уже чё дака верно напрямую то как именно в состоянии душевный человек состоянии отражается на его имиджи душевное состояние ну вы знаете вот я приведу пример я практик несмотря на то что еще и преподает от предмет то есть я еще являюсь практикам когда мужчина или женщина приходит к тебе и вот вы знаете я хочу переодеться я хочу поменять свой имидж это прекрасно понимаешь что до того как он к тебе пришел вот вся его жизнь была до до ну как то вот он одевался же долл имиджи и после до до прихода скажем так специалисту и позже потому что что-то его же ведь устраивало когда он до тебя одевался все было нормально и что-то в него у него начало внутри меняться он сам стал меняться внутри него что-то стало меняться и он понял что его не устраивает это его внешность почему потому что он внутри стала расти зачастую это обращаются люди когда у них начинается какой-то карьерный рост они понимают что да я могу купить себе костюм все замечательно ну как-то вот он немножко мне не подходит носите ли вы не носите его не умею подать его не умею а то было зачастую получается я несу дорогой костюм костюм идет по улице и вы тут смотрите на меня сначала идет костюм потом сам человек да но как говорят встречают по одежке провожая уже наверное не только по уму но еще и по какому-то внутреннему состоянию человека то есть фактически все происходит от того что в какой-то момент человек вдруг понимает потому что он не желает жить по-старому хотя как-то же не обязательно что его что-то не устраивает у меня тоже когда-то были волосы и они меня устраивали но теперь вот мой имидж видимо так таков я этого не заказывал но тем не менее скажите пожалуйста тогда перейдем к физиогномики это уже непосредственно не касается скажем так одежда как таковой это уже касается непосредственно лица отсюда и это не только лицо физиогномика это вообще очень такое это умение по внешности и особенно по лицу считать информацию с человека но по внешности вот приведу пример есть широко костные люди да есть узко костные если например высокий широко костный человек то это такой некий баловин судьбы скажем так широко костность мислю широкая кость шерсть установит а в крупные крупная такой крупный ручья на женщина крупные такие широко костные крупные высокие в детстве их любили баловать потому что он крупники и детки да ещеona с большими глазками как укусик такой замечательный старший брат и учитываешь он выше меня на несколько голов был баловин судьбы да потому что в детстве в основном не бьют да он привык что ему дарят подарки и если вы придете и скажите вот тебе подарок не ждите что он так восторжен и будет хлопать в ладоши и кричать ой как замечательно мне подарок принесло с каждого замечательного положено полку спасибо положите а если вы хотите какой-то восторга от него добиться в свою очередь да но это очень хорошо постараться а узкокосный это вот и ментально до положено но вы знаете вот еще что интересно ширококосные и невысокие людей это вообще наполеоны что женщина что мужчина это все такие наполеончики потому что они хотят сами себе доказать и естественно в первую очередь обществу доказать и естественно противоположному полу что они лучше они лучше не лучше чем вот этим здравяки они умнее сильнее находчивее проворнее они лучше ухаживают или лучше она выглядит то есть и они очень четко видят свои цели и в основном это хорошем смысле слова от карьеристы хорошем смысле слова то есть чем ниже тем выше карьер да 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 а вот бытует мнение полные люди что они такие добряки все что хорошего человека должно быть очень много но это опять таки относятся к ширококосным а вот высокие люди узкокосные то есть они себя ощущают как нишень некую нишень то есть они всегда стараются уйти от конфликта они не конфликтуют они стараются сгладить такие либо острые углы и они в основном увлекаются эзотериками читателях вот они в своем мире ну вот от тела от костей к лицу к лицу и так лицо действительно может многое рассказать еще говорят что глаза зеркала души человека в принципе по ним тоже очень много считывается но есть я так понимаю определенные моменты вот хотелось бы поподробнее о лице человека потому что как это сказать наша планета это мир не похожих и очень в то же время одинаковых людей к примеру вопрос такой большие огромные глаза с огромными ресницами это что-то значит но ресницы можно нарастить скажем а большие глаза это человек вокруг себя воспринимает очень широко мир он смотрит большое огромное восприятие вообще чтобы вот понятно было да смотрите мы можем поделить лицо на три части это лоб и глаза это нос это губы и подбородок то есть глаза и лоб это восприятие мира у нас нос это удовлетворение миром насколько я удовлетворен миром и вообще как я его воспринимаю то есть если большой нос уют все замечательно такси за сует ему везде комфортно вот везде пойду посмотрю что там вообще творится вот и рот и подбородок это сфера выражения насколько я выражение своего отношения к миру состоянии вот если говорят волевой подбородок такой большие крупные скулы это танк это танк там ведет на правом а если остренький то выбирает пути да здесь он уже капризно вот если еще ямочка на подбородок это человек достаточно капризен а если чуть-чуть ямочка на курина похвалите меня похвалить я хорошие начнете хвалить меня я знаю что я хороший хвалить так а вот еще к примеру ну давайте мы просто рассмотрим несколько фотографий наших селебрити назовем их так к примеру вот есть три фотографии трех прекрасных роскошных я бы даже сказал женщин это пиры в первую очередь у нас не колебина австралии австралийка николь кидна давайте ее поподробнее посмотрим что можно глядя на лицо сказать высокий лоб это наличие ума широкий лоб это широта взглядов широкие глаза то есть на мир смотришь широким взглядом зачастую умеет и любит восхищаться и в то же время остренький подбородок до острый подбородок все-таки капризно и есть моменты вспыльчивости потому что видите вот крылья носа у нее все-таки отодвинута так вот но она немногословно из нее очень хороший слушатель потому что вот смотрите от носа губе вот эти вот складки они идут параллельно это в основном у людей которые любят слушать и они не многословно давайте для сравнения у нас есть наша замечательная прекрасная актриса по версии боярская да вот уже противоположность причем это женщина-воин бой да это же воин смотрите опять-таки брови разлет идут моменты есть сарказмы если она ответит то она ответит хлестка любит такие вот момент она не будет молчать она знаете как говорят ты и слова на тебе 10 то есть палец в рот никого не до учитывая еще подбородок и ада да замечательно заметили танк да у нее широкие губы и большой рот это люди трудоголики они не боятся никакой работы они берутся за любую работу и широкая губа достаточно ярко выражена верхняя губа то есть уже достаточно хорошо выражена повышенная сексуальность но опять-таки у нее чуть вздернут носик значит вздернут нос то есть она любит развлечения то есть надо даже рискует но привод при всей вот этой вот уникальной внешности вообще человек многогранный такой очень многогранный явно ямочки ямочки вообще у человека если есть или складки тоже возрастные бывают вот такие вот складки на лице или же ямочки это есть расположенность к жестокости но опять-таки зачастую это скорее всего не к другим людям зачастую к себе к самому себе до учесть повышенной требовательности к себе ну актриса есть еще одна у нас представительница дженнифер лопес вот как буквально недавно мы ее лицезрел весь мир на открытие чемпионата мира по футболу в бразилии что про нее можно хищник хороший хорошая хищница такая хорошая голливудская хищница высокий лоб наличие ума да замечательно глаза немного прищурены то есть она умеет умеет думать сначала думает потом она говорит да не дали видные глаза вздернута наверх то есть это у людей в восточной вообще народности они оперировать свои войны то есть воинственные полоску лес одной стороны такая массивная скула и в то же время острый подбородок то есть хитро но напористо да да ну пока зрители не побежали к зеркалу рассматривать себя да особенно девушки мужчинам же тоже интересно поэтому есть еще два актера уже представители мужчин это брэд питт наш российский брэд питт да 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 сергей безруков что можно сказать про этих двух прекрасных актеров сергей безруков вот смотрите человек многоплановый он копается в себе зачастую очень часто к самокопания и вот на мочке ушей если посмотреть смотрите у него вот мочка достаточно ярко выражена мягкая часть до в отличие от да это человек хорошо стоит на земле крепко стоит на земле и у него такая доминанта физическая доминанта он не летает в облаках опять-таки острый нос но он немного вниз опущен такой кончик вот немножко вниз опущен острый нос это человек внутри себя он лидер но внутри себя ему все интересно но всегда внутри себя то есть он ковыряется сможет шуба лака тоненькая верхняя а это говорит о том что человек способен на очень невероятный поступок то есть ты от него можешь опять-таки мы смотрим по ролям да смотрите вот пушкина он играл есенина такие разные роли тут же бригада до фильмы бандиты да то есть здесь такие разноплановые роли то есть от этого человека можно ожидать что то есть через пять минут он может развернуться на 365 градусов и сделать совсем наоборот что о чем он говорил но тем ни менее он может копать себя внутри всегда чем-то довольно прежде чем мы приступим к обсуждению брэда пита странно бы звучало не знаю насколько ему будет приятно и неприятно то что его обсуждают здесь в казани мы продолжим после рекламы оставайтесь с нами итак чтение по лицам миф или реальность именно эту тему пытаемся сегодня обсудить с моим гостем здесь и мы остановились как раз на обсуждение одного из секс символов наверное мира и так сказал это брэд питт вот прекрасное лицо по моему большинству женщин крайне нравится что можно сказать про этого человека в частности глядя просто на лицо смотрите умен тонкие черты лица то есть тонкая переносица нос острый но у него ярко выраженная широкие ноздри да то есть это человек который зачастую до болит нет это люди зачастую взрывные и они могут даже привести в ярость вот вот так вот да вот решил психану тебя разница полдома вот замечательно так вот а вот интересно вот он в семье главную к примеру если вот сравнивать сергеем безруковым он явно такой стержень грубо говоря и в семье и в работе видимо а брэд питт он более лояленный мягко к своей анжелины джоли или это сложно прочитать нет это не сложно прочитать здесь больше он берет несколько какими-то уговорами или убедительностью сколько допустим женщин который с ним живет она значит он взрывной она просто не нажимаете на него больные точки и она всегда делает так с такими мужчинами умные женщины делает так как сказал не так и будет лишь бы не было мы не случайно подобрали фотографии актеров потому что все-таки бытует мнение что актеры имеют огромное количество масок и делаем любой человек на имя наверное имеет разные маски мы же по-разному общаемся с разными людьми если мы встречаем своего родственника да мы открыты счастливы если мы его действительно счастливы видеть актеры для них это средство инструмент которыми они пользуются они умеют перевоплощаться актеров сложнее читать чем простых людей которые не занимаются актерской профессии да конечно потому что они прекрасно понимают как надо сесть как надо говорить в какую сторону надо повернуть в голову они умеют они владеют мастерством грима мимикой то есть это естественно обыкновенный среднестатистический человек этого даже если он знает вы не успевает себя сфокусировать ой как не надо правильно сесть как повернуться там что нужно делать попробуем как-то найти такую составляющую кому в жизни пригодится вот такая наука как физиоакомика мне кажется имиджмейкером безусловно да мне кажется вообще всем людям кто хочет построить свои отношения и кто работает с людьми да это зачастую потому что вот даже вот смотрите мы с вами разговаривали ширококостный человек или узкокостный человек допустим к вам идет человек вы еще его лица не видите новые ну скажем так в трех метрах он от вас вы уже знаете примерно как по что это за человек да как примерно построить с ним разговор он уже зашел подошел к вам вы начали уже с ним общаться уже прекрасно понимаете ну скажем так где-то он можно послабжить где можно ну это не очень хорошее слово надавить скажем так но где можно пожёстче с ним говорить вы сказали что вы преподаете мне интересно а вас приглашают к примеру следственные комитеты у них свои специально там очень глубоко знаете физиогномика там совсем другой раздел и и то есть в следственных комитетах это это намного глубже но если бы вам предложили к примеру прийти и попреподавать вы бы согласились все-таки там отчаянные ребята работают вы не знаю ваша практика пока еще такой нет скажите еще тогда такой вопрос вот практическое применение лично в вашей жизни случался случалась ли ситуация когда именно физиогномика вам помогала выйти из какой-то очень трудно или сложной ситуации или наоборот хорошие веселые даже знаете знаете мне был очень интересный случай вас сейчас просто пришла у меня года три была клиентка мы с ним делали перебор гардероба замечательная женщина сейчас она уже вышла замуж не уже ребенок все замечательные и она не сказал знаешь как не вводили нравится молодой человек но он к сожалению младше меня он не очень нравится но я его начальница я не могу как-то даже намекнулась на то что он мне нравится это во первых во вторых я постоянно командую служебный роман когда намечается вот как быть и мы не только поменяли с ней гардероб естественно мы с ней стали разрабатывать такую схему чтобы этот молодой человек посмотрел не не как на начальницу а посмотрел как на женщину то есть это была действительно такая хорошая разработанная на 9 месяцев схемы прошло не вынашивали идею как ребенка фарда вы знаете вот вообще когда человек приходит к имиджмейкер у и ты даешь ему программу ты большим да мы можем там поменять себе костюмчик переодеть кофточку и на этом все закончится но где-то вот тот момент который не нужен все равно вылезет рано или поздно то есть разрабатываешь программы программа идет от 4 месяцев до 9 месяцев насколько человек подготовлен к этому то есть мы с ней разработали программу на 9 месяцев проходит некоторое время она позвонила потому что три месяца беременности я выхожу замуж и причем за этого молодого человека знаете на такой прекрасной ноте я предлагаю завершить нашу программу подвести небольшой итог чтение по лицам или как в простонародье называется или по научному физиогномика для действительно увлекательная и интересная наука которые стоит заняться и обратить на это внимание потому как мы общаемся с живыми людьми и как можно чаще с ними нужно общаться это была программа актуальный разговор студии был александр фельдман до встречи и